Он все равно играет один, я не понимаю, пацаны, вот реально, не каждому дано быть люркером, это очень сложная роль в команде, если вам это дано, вы будете набивать там по 30 фрагов просто по кд. YouModelUperCell в группе, песня в конце, в описании, подписка на канал здесь, я вас верю. Привет, с вами Гитлайт, и, конечно же, давайте ознакомимся с профилем нашего персонажа, ник у него экзампл, он из России, второй по России, восьмой в Европе, видим, что у него стоит на аватарке, кто знает, плюсик, комменты, лайкну. И смотрим статистику, статистики очень все интересно, 5020 эла на данный момент, 10 левел, естественно, 148 кд, 4800 матчей, 66% винрейт, инстриг 38, это очень любопытный персонаж. Но вывод, который сделал я, плюс вывод, который сделаете вы, после просмотра этого видео, даст вам понять просто, как достичь таких же высот, по крайней мере, на фейсите. Я выбрал моменты сразу из трех игр, смотрите, оценивайте, и потом все подытожим. Пистолетный раунд, ситуация 4 в 3, пока с участием экзампла ничего не происходило, открылся под сети, сразу переводится на стейрс, понимает, что на все еще может быть два оппонента, убеждается просто, что здесь противник всего лишь один, сразу же мчится его пушить. Скорее всего, да, забирает, забирает этого оппонента, продавливает КТ, просто собирает максимум информации, тем временем его команда уже выходит на Б-плент, и ему остается только забрать вот такую перетяжку. Просто отлично сыгранный раунд, и без экзампла такой раунд провести вряд ли бы удалось, потому что именно он был тем человеком, который сдерживал на себе внимание. И вообще это видео будет строиться либо из жесткой стрельбы, либо из каких-то показательных моментов, которых не хватает конкретно в моей игре, или может быть даже вашей. Забирает первого, жестко забирает второго, сразу же забирает третьего, ситуация уже 3 в 2, просто из-за того, что экзампл вышел из ковров. Но здесь его забирает, видимо, четвертого он никак не ожидал увидеть под апплентом. И просто запомните, что сейчас произойдет, его тиммейт выбегает из зям и батит на себя внимание, а экзампл моментально забирает хелпу со стейрса. Не знаю, если у меня в катках на стримах с подписчиками такое бывает, то раз в год, и то случайно. Поэтому умоляю, не говорите, что это какой-то дефолт, просто берите на заметку. Этот момент я назвал, экзампл занимает ковры с ЦЗшкой на форс-раунде, собирает первого, его никто абсолютно не ожидал, перезарядка. Забирает второго, третий, красный, скорее всего, он с ним справится, да, он с ним справился. То есть, изи форс-раунд из-за того, что экзампл занял ковры. Блин, когда начал смотреть демку, я реально не хотел делать этот ролик, но сейчас озвучиваю и понимаю, что мне реально нравится наблюдать за этой игрой. Спрей-контрол. Это даже не спрей-контрол, это контроль АИМа в целом, он переводится со спрея на вантапы, забирает уже четырех оппонентов. Просто не важно, что у них хэка, это было красиво. Показатель того, что не обязательно выбирать он ли вантапы или он ли спрей, совмещать, совмещать достаточно. Обратите внимание на эту позицию, как он с нее забрал сейчас оппонента, потому что я смотрел три демки, он неоднократно ее использовал и также успешно ее забирал. Дальше мы это еще подтвердим. Забирает второго оппонента в миду, дальше обязательно я как же не могу показать, как он заберет третьего, все-таки минус три. Да, спокойно забирает, ставит третий хэдшот. У него стабильная стрельба и позиционирование прицела. Вот, вот снова та же позиция, она может показаться агрессивной, но она очень неожиданна для оппонента и то есть это легчайший фраг для вас. Не бойтесь ее занимать и реально пользуйтесь. Здесь в принципе ничего сверхъестественного не будет, я этот момент решил показать только потому, что контртеррористы сосредоточились все на бомбе, бомба слита, но экзампл все равно идет на шифте до сих пор. Он действует максимально аккуратно. Мне этот момент понравился, кто-то может сказать, что он не читает игру, здесь можно спокойно бежать, но он понимает, кто против него играет. Такие жесткие пацаны и это очень правильные действия. Если что, этот раунд они выиграли, он забрал бомбу, заметил пацана на б-планте, ставит бомбу и спокойно забирает последнего оппонента. А вы знаете, как он здесь оказался? Он на шифте сюда прошел, снова, да, снова он здесь оказался на шифте, прошел всю карту на шифте и убивает противника первого, второго, третьего. Здесь двойный выпад, здесь уже трудно, ничего страшного, забрал троих оппонентов, но раунд они этот, конечно же, выиграли. Я не знаю, это просто какой-то бешеный люркер вернас. Так вот, он находится в меду, при том, что бомба установлена на б-планте, она в полной неожиданности забирает оппонента и, разумеется, раунд уходит в копилку террористам. Вот благодаря таким неожиданным мувам. Он все равно играет один, я не понимаю, пацаны, вот реально, не каждому дано быть люркером, это очень сложная роль в команде. Если вам это дано, вы будете набивать там по 30 фрагов просто по КД. Замечает, наконец-то, его, понимая, что против него 5 игроков, противники могут быть где угодно. Отличное позиционирование прицела на каждую из позиций вообще на карте. Отстреливается как только может, ну, здесь ему, скорее всего, уже не жить, дает уже два минуса. Ну, хоть какой-то дэмэдж экономики противника нанес. И вот если досмотрели до этого момента, то определенно стоит подписаться на канал. Будем учиться у лучших, не первый же раз ролики смотришь. Замечает противника в окне и... Он даже здесь люркерит, это просто какой-то кошмар. Ну, я не знаю, вот против меня, если бы такой игрок играл, он меня просто бомбило, как не знаю у кого. Но это очень крутая игра, тут никто ничего не скажет. Жестко забирает, жестко забирает джангл. Отличный игрок, серьезно, мне нравится его игра. Вот у него нет каких-то конкретных мувов, фишек, флешек, которые можно использовать. К примеру, как у топа 1 фейсета или того же зерка. У него просто стиль игры, которому можно поучиться. Вот если вы хотите быть люркером, скачивать его демку, ссылка будет в описании на его фейсет. И учить, серьезно, много можно чего узнать. Интересно, гранаты все-таки есть, дефолтный смок в пид, которым вы никогда не промахнетесь. И граната, которая нанесет максимум дэмэджа оппонентам, если они будут там находиться. Можете перемотать и посмотреть, как они отбрасываются. Это контроль от выхода из смока, люркеровский выход из смока, чем террористы любят иногда побаловаться. И видим, что это выход на А-плент. Тем временем опорник, дабы А-пленте, никуда не смещается. Бомбы еще на карте не было. Вот это отличное, отличное понимание игры. И смотрит в щель, просто высматривает в щель своих оппонентов. Но здесь все-таки решают командные действия, за контр-террористов особо люркерить не получится, так как это можно делать за терров. Ну, все отлично. Конечно, у топ-1 фейс, это там был нереальный стак, и мы обращали внимание именно на командные действия. Но здесь просто интересно посмотреть, как играет хороший люркер. Не палит свою позицию, чтобы был эффект неожиданности. Ситуация уже 2 в 1. Про последнего знает и спокойно его забирает. 2 в 5 на наших экранах. Знает, что это, скорее всего, Б-плент. Забирает типа А в ледере. Спокойно смещается под Б. Уверен, что террористы не изменят свой вектор атаки. Отбрасывает флешку. Тиммейт забирает второго оппонента. Третьего, четвертого. Просто спокойно, 2 минуса. Ситуация была 5 в 2, уже 2 в 1. Просто замечательная игра. И замечательная стрельба. 4 минуса. Это хороший игрок, кто бы что ни говорил. До последнего не палит свою позицию. Это снова выход на плент. Террористы уже распространились абсолютно повсюду. Видит первого. Жестко забирает второго. Деваться уже некуда. И его, конечно же, забирают. И, как видите, уже третий жесткий персонаж, за которым мы наблюдаем, всегда придерживается аккуратной игры. Жесткое чтение игры позволяет ему занимать самые непредсказуемые позиции для своих оппонентов. Просто экзампл показывает, что для продвижения на том же фейсите не нужно быть сверхчеловеком. Хороший стак, стабильность, аккуратная игра и хорошая стрельба. Все. Вот 100% найдутся люди, которые не досмотрят до этого момента и скажут, что он лох, играть не умеет, что они намного лучше. Не уподобляйтесь этим людям. Все-таки 5 каэла получает не каждый второй игрок. Но теперь вы знаете, что для этого нужно. А с вами был GetLight. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok